...комплекс в Олимпийском в Москве. Им на 17-тысячная аудитория объявила начало прощального гастрольного тура. Ну, ком в горле стоял, конечно. Решение мне это далось нелегко. Но причин было много. Я только две озвучу. Хотя бы, этого уже достаточно. Дело в том, что, к сожалению, всегда, увы, что-то заканчивается. Заканчивается всё, в принципе. Но об этом не надо думать. Мне в тот момент показалось, что, да, эта вот такая финишная прямая заканчивается. И как-то надо красиво, достойно, наверное, сворачиваться. Потому что показалось мне, что такое время пришло. И вторая причина, наверное, она была ещё главнее. Мне стало скучно. А если мне стало скучно, значит, я, выйдя к вам, начала бы вас обманывать. Вот это мне не хотелось ужасно. Я поняла, что мы с вами выросли из своих детских штанишек. Ну, я так это в кавычки ставлю, естественно. Ну, такие красивые шортики у нас у всех были. У кого-то с цветочками, у кого-то в горошек. Ну, у кого-то гладенькие, конечно. Но они уже нам тесные. Мне стало тесно, помимо того, что мне стало скучно. И я не видела впереди, с чем я могу прийти к вам так, чтобы это было интересно мне. И, соответственно, сделать так, чтобы это было интересно вам. Но уже в тот момент, в 2012 году, начали появляться некоторые произведения. Особенно, в общем-то, в таком стиле музыки, о котором, честно говоря, я грезила всю свою жизнь. Несмотря на то, что мои творческие периоды с разными просто асами наших композиторов. Это большое счастье. Прекрасные были периоды. И песни были прекрасные. И все у нас с вами было хорошо. И мои песни живут до сих пор. Но, друзья мои, мы выросли чуть-чуть. Мы изменили мировоззрение. Так незаметно для себя. Мы говорим, в общем-то, вроде бы на те же самые темы, но другим языком. И уже с другими немножко мозгами. Поэтому я была немножко в растерянности. Год мы проездили с нашим прощальным туром. Второй год мы проехали с нашим прощальным, но уже так на бис. Не только нашу огромную необъятную любимую страну, но и ближнее зарубежье, и дальнее зарубежье, и очень дальнее зарубежье. Я поняла, мне было так приятно. Я поняла, что, во-первых, меня никто особо никуда отпускать не собирается. Это было очень приятно. И я подумала, на кого же я вас брошу-то? Было бы хоть на кого, не обидно было бы. Нет, ну наверняка, может, есть на кого. Просто я не знаю. Вот поэтому. И вот в то время уже начали появляться вот эти произведения, которые дали мне толчок. А потом появились у меня мои молодые авторы, которые стали писать целенаправленно. Почти все сегодняшние произведения, которые будут звучать, целенаправленно писать для этой программы. Потому что мне захотелось как бы полностью перезагрузиться. Но рискнуть. Риск был страшный, поверьте мне. Но вроде бы вот как бы до сегодняшнего дня перезагрузились все со мной. Мои во всяком случае. Можно я вас буду называть мои зрители? А у нас как бы будет сегодня такие три... А, еще вот у меня момент был. Что когда я была в растерянности, я вдруг вспомнила гениальную фразу. Когда ты не знаешь, что сделать, надо сделать шаг вперед. Я думаю, что я его сделала. И сегодня хочу с вас тоже за собой на этот шаг вперед потянуть. И надеюсь, что у нас еще и дальше, и дальше, и дальше будут шаги. Потому что программа находится еще в доработке. Я вам еще сюрпризов потом приготовлю. Мне лично они нравятся.